Жителям барак в советском районе помогут сделать поддерживающий ремонт. Субсидию почти в 300 тысяч выделяет город. Два дома на улице Рубинова еще несколько лет назад признаны непригодными для жилья. Но расселить людей пока не получается. Это станет возможным только после передачи земли фоно муниципалитету. Александр Вяткин продолжит. Чтобы убедиться в том, что дом в аварийном состоянии, даже не обязательно заходить в квартиры. Ступени на деревянной лестнице шатаются и скрипят. Штукатурка отваливается. Такая ситуация на Рубиновой в двух домах. Два барака, как два близнеца. Похожи внешне, одинаковые проблемы и внутри. В одной из квартир живет пенсионерка на втором этаже. Женщина боится выходить на балкон, вдруг обвалится. Жалуется на старые деревянные окна. Все отваливается. Это бесполезно. А, как сказать, пластиковые окна вставлять, нет средств. Под квартирой пенсионерки живет Анжелика с мужем и двумя детьми. Невооруженным взглядом видно, пол в квартире кривой. Женщина считает, проблемы из-за того, что деревянный дом сгнил. Дай бог, просто провалится этот второй этаж, на нас просто обвалится. Даже ледомин уже рвется, потому что пол оседает. Зимой, когда, допустим, минус 30, порядка такой температуры. Со стен дует. То есть, даже несмотря на то, что отопление жарит нормально, оно тепло дает, но со стен идет холод. Эту проблему можно исправить самостоятельно, строительной пеной. А вот с тем, что дом признан непригодным для жилья, ничего не поделать. В бараке на Рубиновой 11, 16 квартир. 14 из них в собственности. Камнем преткновения стали оставшиеся две. Две квартиры находятся в федеральной собственности. Муниципальных площадей, жилых, нежилых в этом доме нет. И сам дом располагается на земельном участке федеральной собственности. Соответственно, мэрия города Новосибирска не может приступить к его расселению, поскольку неуполномочена на это. Та же история и с домом по соседству. Расселить жильцов можно будет только после того, как федеральное агентство научных организаций передаст землю муниципалитету. Однако в беде людей не оставляют. В этом году выделили субсидию в размере 290 тысяч рублей. На эти деньги сделают поддерживающий ремонт 11 дома на Рубиновой. Александр Вяткин, Олег Мощевитин, Олег Ролевец. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова